Первый вопрос. Насколько я знаю, на самом деле тебя зовут Галина, но твое имя с рождения было другое. Какое и почему? На украинском Галя Ганна пишется, а на русском уже как паспорт меняла в России. Ганны нет, а есть Анна. Анна – Аня. Галина – это русское имя. Галя – Ганна. Потому я пишусь Анна, а звали с детства меня Галя. То есть у тебя в паспорте написано Анна? Да. На украинском было Ганна написано. Ганна. А как меняла паспорт, поставили Анна. У тебя не спрашивали ничего, просто отдали, поставили? Нет. А они знают, что Анна – это русское имя, а Ганна – это на Украине Ганна. Поэтому ставлю эти Анна. То есть у тебя реально в паспорте написано Анна? Анна. Анна Павленко. Анна Петровна Павленко. Я не знал про это. Я думал, что у тебя Галина. Нет. Галина – это русское имя. А на Украине Галины нет. Галя – Ганна. Пишется в паспорте Ганна. А где ты родилась? Родилась я в деревне Змажино, Рымарьского поселения, сельского совета Гадицкого района Полтавской области. Это Восточная Украина, я так понимаю. Да, наверное. Я не знаю, Полтава. Ну, Полтава, да, Восточная Украина. А ты родилась в 1939 году? В 1939 году, 14 сентября. Ага. То есть до войны еще получается? До войны. Ну, тогда уже началась война, просто Вторая мировая, а Великое Отечество началось в 1941. Ты, получается, родилась через две недели после начала Второй мировой войны. Вторая мировая началась 1 сентября 1939. Ну, я не знаю этого. Какая война была, чи не была. Я только родилась. Хорошо. А в 1941 году мне уже было 3 года, наверное, 2,5-3, наверное. Ты говорила, что ты помнишь, как ваше село захватывали? Ну, вступила группа немцев. Не так много. Заняли. У кого дома более-менее были. То же хаты были под соломой, под камышом. А у нас был дом более-менее возле бригадного двора. Заняли клуб, жили немцы в клубе, в школе. И в нас в доме жили. Может быть, еще у кого-то. Я этого не знаю. А людей всех выгнали с домов, у кого жили. А у кого плохая там хатка, вот их не трогали. Мы ушли в погреб жить. Подвал. Но подвал не такой, как с выходом у меня. А яма, в которую засыпали на зиму картошку. Картошки очень много было. Тоны картошки были. И вот мы туда навселили соломы. А сколько у вас было? Ну, трое детей. И мамка, и бабушка. И вот поселили там солому. Покидали туда подушки. И нас туда. И жили мы в погребе, в яме. По лестнице бабушка лазила. А в дом ходила, готовила кушать. Потому что раньше-то не было ни газов, ни кирогазов. Ничего. Только одна печка русская, украинская. Такая она. С рогачами. И она ходила, там готовила. Есть немцы, не трогали никого. В нашей деревне немцы. Я то не помню. Но уже разговор слышала после, что там кого-то. А тетка была в партизанах. И под видом того, что она пасла овец. И с партизанами была связана. Сашко, старший брат, он не жил с нами в погребе. Он жил немцем в доме. С немцами. Ну он так захотел. Пацан. Ему было, наверное, лет 5. В 35-го. А война в 41-м. Сколько это ему было? Уже 6 лет. В 35-го года он был. Ему уже 6 лет было. Немцы играли на губных гармошках, а он танцевал перед ними. А бабушка ходила, готовила. Рано утром, чуть свет устанет, чтобы корову успеть подоить. Немец уже выдаю. Старый немец выдаю корову и наливал молока. Киндер. Наливает детям молока. Они не убежали. Яичко поснимает и делит киндер детям. Они знали, что жили мы в погребе. А я так понимаю, твой папа был что-то вроде глава села или что-то такое, да? Ну, до коллективизации, а как воссоединяли колхозы, еще пока не воссоединяли колхозы, у нас хутор был своё. Свей колхоз был. И он был председателем колхоза. Это было до войны? До войны, да. А когда война началась, он ушёл и вы остались, получается. А немцы, которые заняли ваш дом, они знали, что они заняли дом председателя колхоза? Да кто его знает? Я же не знаю. Я этого не спрашивала бабушке. Ну, не обижали никого. Мамку она не выпускала с погреба. Потому что она молодая. И она не выпускала её. Она везде сама ходила. А немцы к вам ходили в погреб? Нет, нет. Не ходили один раз только так. Вот я что за... Запомнила я то, что я испугалась. Вот это я запомнила. Как тебе сказать? Испуг меня такой. Бабушка открыла погреб. Постучала. А стоит солдат русский. В пилотке стоит солдат. И помню хорошо... Ну, может, немцы вступили где-то в 43-м аж. В 42-м году это. Я уже была то. Понимаешь? Ага. И она ему... Я хорошо помню, что она ему подала булку хлеба. Она пекла хлеб, ходила в дому печки. И кусок сала. Только дала, он отошел. И снаряд. И я что, что я испугалась? Бабушка начала сильно голосить. Плачет. Ой, убило. Ой, убило, сыночка. Убило. Ой, это он не успел отойти. Наверное, убило. И такая большая яма возле нашего погреба этого. Где-то метров сто, а может, и не было. Не было метров сто. Близко очень. Снаряд упал. Ну, вроде солдат то и успел отойти. Вот это я что запомнила? Я то запоминала, что я сильно испугалась. Вот это я запоминала. А так я не помню. Знаю, что бабушка говорила, что а Сашко танцует. Немцы играют на губной гармошке, а он танцует. А потом он, они жили долго, и тетка его науськала уже. И он начал ей рассказывать, сколько там немцев, сколько звездочек. Понимаешь, она знала потом через Сашка, сколько там командиров, сколько там полковников, генералов, чих-то там. Это он все передавал, звездочки эти все. Она ему все наставляла, и он бегал, и в школу бегал, и в клуб бегал, и все разнюхивал там, и все рассказывал ей. А она передавала партизанам. А потом, я от этого не знаю, закончилась война или нет, ее схватили и угоняли молодежь всю Германию. И шелоны шли на Германию. И она. И через месяц она пришла, и от этого я хорошо уже помню, что она пришла, и бабушка с нее все сняла, всю одежду, и полно шеи было. Она оттуда убежала. Из Римородки, село, был какой-то парень, Кушелев какой-то, Иван Кушелев, все она повторяла, тетка. Он меня говорит, как взял, как через колючую проволоку перекинул, а я зацепилась, говорит, юбкою. Он меня оторвал, юбка осталась на проволоке, а мы убежали. И так она убежала с Германией пешком, шли они. Вот эта история про твою тетку, это случилось уже в конце войны или после? Наверное, уже в конце войны, не после. Еще война шла, как их эшелонами отправляли в Германию. Не одна тетка, их много, эшелоны, что-то им в кино показывали, как эшелоны молодежки. А сколько немцев в вашем селе жили? Этого уже я не знаю. Этого я знаю, что в школе жили, в клубе жили, и в домах у нас жили, а еще жили... А по времени? По времени, какое время года было? Нет, сколько, как долго они жили в вашем селе? А кто его знает? Не знаешь? Не знаю. Не знаю этого. До конца войны, то тебе уже должно было быть 6 лет, к концу войны. Ты не помнишь? Нет, но я знаю, что я уже... Я в погребе сидела еще маленько, еще маленько. Мне года, может, от силы 3,5 было, вот такая была. А война, как закончилась, так я знаю, что отец, я уже была большая, и с братьями вечером мы там играли, вот под яблоней пацаны, и я с пацанами играла, потому что на улице одни пацаны были. И смотрю, а идет солдат в шинели, на костылях, и мы сразу подкрадались туда, подкрались, а он пришел, отец, с войны. Раненый, у него контузия была головы, осколок в ноги, уже после войны ему делали операцию, вытягивали осколки, а в голове ничего не делали, контузия так и осталась, а может быть прошла, может быть. Вот то так, вот то я такое знаю, за войну я помню, и помню еще, так уже я была, наверное, большая, может уже, наверное, уже закончилась война. Как мы с бабушкой были одни дома, бабушка и я, хлопцем не помню, братьев. И почтальонка пришла, принесла похоронку. Одну похоронку на сына получила, на Ивана, еще только началась война, его убили, самый меньший сын. А Алеша средний, Алешу уже, наверное, после войны, я думаю, ну, наверное, что я уже большенько была, и бабушке отдала она похоронку, что без вести пропала. И бабушка как заголосила, побежала на могилу, упала на мужеву, и плачет, Алеша, сынок, а я на нее упала, и плакали там. А то так, два сына у нее погибло, а отец вернулся домой, из самой Германии. Дошел он до Берлина. А то так, что еще тебе рассказать, за войну я больше ничего не помню. А что за маму, я ей плохо помню, маму. Я знаю, что она сидела, шила на машинке. И я возле нее была кое-когда. Она шила, весь хутор обшивала. Раньше ж не было этих, ни польт, ни куртов, ничего не было. Она все шила, эти полупальто с воротниками, карманы так. Она все шила, весь хутор обшивала. Галифе шила. После войны это модные были брюки, галифе. И она шила эти галифе всем. Ну, что еще помню. А папа, вот, когда он пришел, он куда устроился, как он работал или что? Ну, я не знаю, в каком году была коллективизация, как оно, что воссоединялись колхозы, и он остався бригадиром, а председателя уже у нас как отделение. Ну, это здесь называют отделение, а там хутор назывался. И в селе, где сельский совет, там председатель колхоза был. А он в своем отделении был бригадиром. Работал все время. Понятно. Вот то так. А бабушка, как ее звали? Бабушка. С бабушкой вся моя жизнь прошла. Мамку я не помню, только бабушку хорошо помню. Потому что все, была бабушка. Она хозяйка в доме была. Матрена Апиндоновна. Ее звали, бабушку мою. Она осталась от мужа в 40... В общем, он умер, Варфоломей. Умер, ему было 40... То ли 5, то ли 47 лет. Молодым. Как? Начали раскулачивать. Ну, мы были, как... Считалось, как середняки. Богатые... У нас богатых у хутори не было. Была богачка у хутори Войнивщина, Где дедушка Сережа жил. В Войнивщине. Там была Войниха. И вот это она заправляла, Эта помещица, всеми хуторами. И вот измажено наше входило туда. И Гречановка, где моя бабушка по материной линии жила. Тот село, она... Войниха это. А мы были середняки, я так думаю. Я этим не интересовалась. Молода была. Если бы сейчас, я бы все расспросила. У отца. Как он воевал? Только и помню, что отец был ранен И лежал у госпиталя в Кракове. Что мамка с теткой на санках деревянных Возили ему продукты, аж у Краков пешком. Ездили, на санки тянули И нагрузили на санки продуктов И ездили у Краков. Вот лежал он там в госпитале. Вот это я помню разговор. А больше ничем не интересовалась. Если бы сейчас вернулась в то время, Я бы все расспросила, я бы все узнала. А тогда нет. И как начали раскулачивать, А была пара биков, волов, Называли воли, Которыми пахали город. Запрягали в плуг и пахали. Огорода было гектар, чей больше. Так, земли было. Много очень. Ну, хутори отдаленно. Хутор небольшой. Дома были не густо населенные. Там дом, там дом. Занимались сколько кому надо. И вот этими волами пахали. Сеяли, запрягали в сеялку. Сеялка своя была. И насыпали в сеялку зерно. Волоты их запрягали в сеялку. И сеяли. И рожь сеяли. И пшеницу. Вот, по полосочкам. И проса. Свое пшено было. Своя гречка была. Свое все было. В магазинах, в хуторе. Может, в городе и было. А в хуторе ничего не было. Все свое было. Даже рис потом начали выращивать. И горох, и фасоля. Фасоль вот эту. Бабушка. Галя, иди фасолю обрывай. Пид каждым подсолнухом фасоля покрутилась. Под каждой кукурузой фасоля. Вот сажаем мы с ней кукурузу. Она кидает кукурузу, а я фасолю. И ногой она загребает. И вот это, она меня... Давай, давай, детка, фасолю сегодня будем обрывать. И отомы с ней обрываем эту фасолю. То кабаки. А огород был. Тут вози дома. И еще... А ты ж, я думала, Саша был, папа твой. А ты ж то не был там. И с бугра вот так. И лучка была, называлась. Ну, луг. Там отец косил сено луговое. И капусту там сажали. С бугра вода сливалась. И там капуста вот такая была. Ни полива никакого не было. Ничего. Там совсем другая земля, чем тут. Вот. Столько было огорода. То подсолнухи. Давайте резать подсолнухи. Режем. Ну, я же не договорила, что дед же как раскулачили, забрали этих валов, забрали сеялку, забрали веялку. Колхозы. Начали... Колхозов-то не было. Жили сами по себе, как единоличники. Понимаешь? А потом же, в каком году? Я сейчас уже не соображала. Наверное, в начале 30-х или в конце 20-х было. Что начали коллективизация, колхозы начали. Может, в начале 20-х. Ну, короче, когда СССР образовался... Нет! Да ты что? Нет. Нет! Это еще до войны. После, наверное, 17-го года. После революции. Ну, я же говорю, когда СССР образовался, тогда начали коллективизацию проводить. Ну, наверное, не знаю. И он как затасковал и умер. Вот так. Затасковал сильно и умер молодым. А у него осталось четверо детей. У бабушки. Трое сыновей. Трое сыновей и дочка. И дочка. И дочка. И свекор слепой на оба глаза. И у А... Закон такой был. Какие деньги... Откуда они деньги брали? Может быть, что-то продавали. Колхоза-то не было еще. А деньги были. Вот такие длинные деньги, я помню. И отдавала бабушка. Отец самый старший был уже. Он всем заправлял отец. Понимаешь, с 15-го года это, наверное, уже было перед самой войной, Саша. Потому что отец всем заправлял. И вот эти, какие деньги зарабатывались в семье. Катериновские, какие были деньги, красные такие, большие. Все отдавали свекру. Свекру. А он их прятал. Такая была у нас клуня. На украинском называется. Клуня. Из хворосту. Стены сделаны. Низка такая. И соломой большущей там молотили зерно у той клуни. И он там под засову эти деньги прятал. Уже нашел отец, как ту клуню начала разбирать. И нашел эти деньги. Я помню, что бабушка голосит, а я говорю, что вы плачете? Она говорит, да как же не плакать? Такая беднота была. Ничего было не кушать, не одеться, не во что. Вот то, что прядуть коноплю, пряли. И тетка станок у нас был ткацкий. Весной заносили ткацкий станок. И она ткала это полотно. А потом его я отбеливала летом на пруду. А то кусков пятнадцать выткут, бабушка отрежет, споднее белье отцу, сорочка тому, сорочка тому, размеряет, отрежет, и а то шьем с бабушкой руками. А вот полотно у тебя сзади это что? Это не самодельное полотно. Это моей ручник моей бабушке. Прабабушки. Даже прабабушки? Прабабушки. Ему больше ста лет. Конечно, больше. Прабабушки. Представляешь? Это прабабушка у меня была Петрючка. Моя бабушка, она сама Петрючка. Фамилия Петрюк. Ивана была Петрючка. У ней было 14 детей. Да. Ну, они, конечно, не все выжили, наверное. Я знаю бабушка Аришка в Днепропетровске или в Запорожье. Нет, в Днепропетровске. Баба Настя в Турции. Тогда в Турции у нас были свободные границы и очень хорошее положение между странами было хорошее. Она вышла только замуж. Она была за Кондратом звать Кондрат в нашем хуторе недалеко от нас жили. А он погиб в ту войну еще. Первую? Ну, наверное. Он погиб, а она осталась с дочкой Катерина, дочка. Осталась и он ее из-за только вышла замуж. и он ее увез аж в Стамбул. В самом Стамбуле она жила, баба Настя. Баба Настя, потом Мария в Киргизии, за Киргизом была замужем. Бабушка, бабушка, ну да, бабушка, да, и дед Федор у хутори в нас жил, брат бабушки Никита жил в хуторе у нас шесть. Вот я сколько считаю, я насчитываю их шесть или семь насчитывала. А родила она четырнадцать детей. Петрючка. Вот это она вышивала, этот ручник. Ему уже, ой-ой-ой. А как она вышивала, ты руками вышивала? Руками, крестики считала, крестиками. Ну, я так смотрю, меня глаза не видят, наверное, через канву нашивалась такая канва, в которой дырочки крупные, видно, и, ну, не похоже, что на канву, потому что очень ровно. На канву так я вышивала по канву, а видно, считала ниточки. Я на таком тонком вышивала ручники крестиком, что вообще материал тонкий, ну, глаза ж видели хорошо. Я вышивала, считала ниточки, сюда четыре, туда четыре, и крестик, туда четыре, туда и крестик. А как она придумывала вот эти рисунки? Это, я так понимаю, маки, да? Это с чего-то она снимала. Узоры снимались, а у кого-то там, говорят, хороший, красивый ручник видела, вот она берет и с этого ручника приснимает, считает крестики и сибирск кокошьет. И вот эти розы. Это маки? А роза это, да? Да, наверное. Роза? Роза, листья дубовые вроде. Ну, да, похоже. Как дубовые листья, ну, что, что придумали, то и вышивали. И не было, ниток же не было, самое главное. Были только уже после войны красные и черные. А мамка моя, то материю десь какую-то добивала, которая не линяет, вытаскивала нитки, и эти вышивали. Понимаешь? Ну, а после, до революции, может, и были, это же вышивалось, до революции. до революции говорят, что все было. Так, я слышала дома разговор, что до революции было все. Ну, видно, не все, видно, потому что я уже вышивала рушники, нитки были разные, шерстяные, красивые и розовые, зеленые, синие, разные, а тут видишь только, а может орнамент такой, только черный с красным, и все. Ну, там еще серые нити, я вижу. Ну, да, серые, вот это, как манишку она вышивала, я такую манишку вышивала отцу на руках, на сорочках. Бабушка мне говорит, да, вышивай какой-нибудь брик, брик там по шее, лишь бы видно, где перед, да, где зад. И вот вот так. Тебе бабушка рассказывала какие-нибудь истории, может быть, сказки, или, может быть, о том, как она жила, не помнишь такого что-нибудь? Вот ты знаешь, она как-то немногословна была бабушка. Да? Да. Вот она про свою жизнь, может быть, ей больно было начинать про свою жизнь рассказывать, не знаю, ни плохого, ни хорошего не рассказывала она, как она, а может рассказывала что-то, я забыла. Сколько лет прошло, Саша? А когда она умерла? Когда она умерла, еще Юли не было, папа, ой, Петя, наверное, Петя, наверное, уже женился, она умерла, и я так жалею, что я не поехала. Такая пурга была, страшная. Хозяйство у меня, и корова, и двое телят, по-моему, было, и гуси, и куры, и все, и бросать, и кто знает, как ехать, и я не поехала, а сейчас так жалею. Она заменила мамку, бабушка. Она такая была, бабушка, и почертыхается, и ругалась, и тряпкой перетянет, когда, ну, доводили, трое детей на ней было. Отец и мать пойдут на работу, а она с нами воевала. А когда она родилась, не помнишь? Ой, я не помню, 800 каком-то. То есть она прожила очень долгую жизнь. Она 90 с чем-то лет была, и как она точно, не знаю, сколько ей было. 90 с чем-то лет было, она умерла. И она всегда, всегда родилась в этом рымароке, да, или в Змаженном, где она родилась? Вот этого не знаю, где они эти Петруки жили, где она родилась. Фамилия Петрук это как западная Украина. Да. Петрук. Ну, она родилась в западной Украине, потому что... А Варфоломей был из Восточника? А, у него фамилия была какая? Дядечка. Дядечка. Это получается восточная Украина уже, да? Ну, да. Может быть, она родилась в западной Украине и вышла замуж за Варфоломея восточную? Не знаю, где она родилась. Если бы сейчас Себра спросила, а где она родилась, не знаю. Ну, вот, мне кажется, что она родилась тоже в этом хуторе. Да? Да. Мне кажется, что она родилась в этом хуторе. И дед же Петрук. Один и друг, Никита и Федор Петрук жили, циклом не было. Одна машина полуторка была после войны уже в колхозе. Одна единственная. Больше ничего не было. Пешком 25 километров гадич, берем сумки через плечо и идем на рынок продавать, потому что денег в колхозе не платили. продаем сушки там понасыпает бабушка. Это что? Ну, сушка, фрукты. Да, фрукты, яблоки, вишни сушеные, груши сушеные. Вот она сумочку сушки насыпает, сумочку сахару насыпает. Ну, это уже после войны я уже ходила с мамой на рынок. И пешком идем или в Гадяч или Липова долина. это на запад. Это Липово-Долиновский район Сумской области. А суммы они на запад больше. Они на западе суммы. И вот мы пешком несем, продаем, вот за те деньги. Больше ничего. Ничего не было. Никакого дохода после войны. Все 20 копеек на трудодни платили, а трудодня не зарабатывали. 70 сотых зарабатывали за день. И те высчитывали, налогами обкладывали сильно, яичко сдай, молочарню отнеси сдай, и шкуру с поросенка обязательно. Из городских что возьмешь? Ну, из городских, конечно, налоги обкладывали, городских, которые работали на предприятиях. Тех тоже, наверное, облаживали, я же не знаю. А в деревнях обкладывали, жили только своих огородов. Все было свое. Одна лавка была после войны, туда что привозили? Керосин, хомуты на лошадей. Как привезет лавушник, ему дадут там в городе рулон материи, вот становится очередь, и он по два метра всем отрезает. Ситца, чебелая, материя белая, рушник вышить. А то же ничего не было в магазинах, ни хлеба, ничего не было, все свое было, все делали своими руками. Гречку убирают, вот, сушат ее, бабушка сушит, по тому ступу, была большущая длинная такая ступа, Галя, сегодня надо гречку толкти, толочь. Вот я лезу на ту ступу, ну, она такая была, и толку, вот такой толкач, и вот я примачу ее, пидойде, попробуя, попробуя, еще, я говорю, так как дальше она столчется, и возражать было нельзя, это закон был, понимаешь, что сказали отец, бабушка, все должны дети делать, мы не бегали, по кинам, не ходили, по танцам, а все делали своими руками, пшено, просто там клав ступи, пшено свое, гречка своя, так гречка вот такая была, такой гречки ты не видел, вот так, ржана, жито свое было, рож, ржаная мука была своя, пшеницу молотили, свое, свое все было. А в школу ты ходила? А как? А где была школа? В хуторе была школа до 5-го класса, 4 класса я заканчивала в хуторе в Змажене, 4 класса закончила. А потом 5-й класс пошла в село, в Римаруку, километров 6, ходили пешком, утром мы стоим и пошли. приходим ходили может в 9-е я сейчас не помню к скольки, может в 9-е утро ходили, может в 8-е но вставали, помню, еще 6-ти нету, бабушка меня будет, наверное, к 8-е ходили, что рано, рано идем, собираемся, друг к дружку ждем, собирались все гурьбой и шли, потому что очень много было после войны волков, нагнали немцы волков из лесов, партизаны, гемцы и волки все в селение ушли, понимаешь, с лесов, и учительницу разорвали, учительница ходила пешком и ее волки разорвали, и мы идем, сколько раз возвращались в село, Бримаруку, доходим, зрачено было, бугор, и с другой стороны бугор, и вот такая глубокая балка, и мы видим с того бугра на другой бугор, глазами светят прямо волки, и стажок соломы стоял, и они вокруг того стажка, ну, как раз гуляют весна, перед весной было, они гуляли, и волки, и мы гуйкали, туйкали, и вернулись до бабки, попросились, она нас всех положила, она на полу, но полу уже не было, земля была, и мы там спали, переспали, а утром побежали домой, поели, книжки поменяли, уроки там делали, не елали, и вот я закончила 8 классов в Римаруке, а в 9 класс спешла, месяц походила и бросила, потому что мамки не было, вот я была голая, босая, ходила в отцовых сапогах, отцовые сапоги короткие, такие голенищие, вот такие ноги у меня были, вот такие, как пальчик, худючие, а сапоги широкие, и вот я хлыбала, а с других сел, те села, которые ближе к городу были, там уже приходили, формы уже на них были, белые фартухи, черные платья, девчата, матери были, там как-то уже копеечки собирали, и детей собирали в школу, а меня кто собирал в школу, юбка одна, сатиновая, и та порватая, молотка, и вот я походила месяц, и бросила, бросила, и сказала отцу, что я пойду на швейю учиться в город, и пошла в Загодзирне, там клуб был, и в клубе в Загодзирне женщина преподавала кройки шитья, и я закончила девятимесячные курсы, школу я пропустила, девятый класс, закончила кройку, а куда, на работу-то, куда идти, кто меня где ждет, ну, отец нашел, он фотографии, я там покажу, за кройщиком работа, Ваня, Иван, фамилию забыла уже, так вчера смотрела, злила, что я позабывала о фамилии, он матери, троюродный брат, далекий родственник, и он работал закройщиком в ателье, в городе Гадич, и он меня туда устроил, в цех, как же он назывался, не индивидуальный пошил, а уже забыла я, ну, где шили, в совхоз, колхозы заказывали, на интернаты, то пальтишко, там, и какие, как же он назывался, цех этот, забыла, ну, шили и рукавицы, полхозы, вот такие, и пастельное белье под одеяльники, простыни строчили, а в основном шили пальтишко, детские от 30-го размера, и по 46-й шили, такое, материя была, полусукно называлось, и ватин, все, настевали, и вот это, операции делали, я строчила там только одни полочки, другая строчила одни спинки, третья строчила одни поясочки, которые я затягивала, поясочки, потом выворачиваю их, пришивали крючочек, петельечку, и вот я работала, так злюсь, что у меня на голове уже немало, что я забываю все, вот это, вроде вот я только помнила, а сейчас я не помню, то так, и пошла учиться в 9-й класс, в вечернюю школу, заканчивать, тогда строго-настрого заставляли, директорша, главная Софья Яковлевна, она заставляла малолетки должны заканчивать 10 классов, и я пошла в вечернюю школу, и заканчивала, была комсоргом класса, да, я что была пионерка, потом комсомолка, там комсомолка, знаешь, какая я была, в школе была староста класса, а тут на работе была комсоргом и собирала взносы, комсомольские, а они, пацаны, не ходили в школу, не хотят в школу ходить, а требуют с меня, и еще Таня Копыткина, была у нас секретарь, комсомольская организация, вот мы с ней ходим, тот работает на хлебозаводе, тот работает на элеваторе, тот работает на, где делают лимонад, и вот это мы ходим по этим предприятиям, ищем их, они от нас убегают, почему они не платят комсомольские взносы? А сколько был комсомольский взнос? Разве помню? Не помню. Копейки там, знаешь, какие, ну, такие копейки же были в цене, если 16 копеек, после уже, в какое время было, булка хлеба, а тогда ибо уси, все было. А как ты познакомилась с дедушкой? Как я познакомилась? Он тоже из Мажина? Нет, он с Войнивщины, 5 километров, 5 или 6 километров, хутор другой, Войнивщина. И был такой, как бы, мода такая была, хлопцы на велосипеды садятся вечером, после работы, и едут в чужой хутор, донючат. Да, с чужими девчатами, как бабушка моя говорила, хоть сова, лишь бы с чужого села. Присказка такая у меня была. И он, приехали они на велосипедах, он с гармошкой, на гармошке играл хорошо, он же гармонист был. Ну, и познакомился со мной. А как вы собирались, вы в клуб ходили, или как? Ну, ты с девчатами собираешься куда-то идти, да? Я после, я после восьмого класса еще не ходила в клуб. Меня не пускали. Но вот с других сел парни приезжали, куда они приезжали. Они знали, где собирались. У нас Шурка жила, соседка. Тын был, ну, как тебе сказать, по-украински тын назывался, загородка, загорошка, плетень, загорожена с хвороста. И встала на досточка на столбиках, посередки. И вот я становлюсь с этой стороны и через той тын, через переваз и до Шурки. Хаты были вот так, как до окна, до дверей. Вот так были хаты наши, страшно близко. Да. И там жила Шурка, а в ней мать умерла. Сестра вышла замуж в Римаревку, а в ней осталась Шура с отцом. И в ней собирались в хате дед сидеть, кури, трубку. Возле Каганец горит. Каганец, не знаешь, что такое? Свет. Вот из патроны были вот такие большие, вот такие, что они патроны, стреляли. Вот такие патроны длинные, вот такие толщиной. Снаряды, наверное. Снаряды, наверное. И вот эти патроны доставали и приделывали, выкручивать хитиль. Из шинели вставляли хитиль туда, наливали в этот патрон, там, вытягивалось как-то, заливали керосин и вставляли вот этот хитиль этот, ну, там устройство делали. Тогда мастера, знаешь, какие были, и выкручивалось хитиль и вот назывался Каганец по-украински, лампа. Потом уже стали лампы со стеклом у нас появилась, у первых, мы жили, считалось, как богатые, хорошо жили. Дом у нас был под железом. Так когда еще отец был, да? Ну да, после войны уже же отец сделал, перекрыл дом. Ну я уже ходила во второй класс, а плотники перекрывали хату, а хата с бревен, бревна такие и драмка набитая, тут уж кипяча не было, и драмка набита и помазано соломой, а потом поновили, и хата стояла красивая, подводили, все. И отец перекрывал шифером, железо уже старое, поржаве, видно же, никто его не красил, может и красили редко, и что он решил шифером покрыть. где-то ж достал, тогда не достать было шифера, только по блату, по большому блату, ну до нас же я же рассказывала тебе, что приезжали, сейчас корреспонденты, а тогда какие-то уполномоченные, приезжали, а он как бригадир, жили мы возле бригады, и он этого уполномоченного, сегодня одного в ЭД, завтра в другого приезжал в ЭД, бабушка, мама, давайте на стол, а что на стол? хлеб, хлеб, правда, свой, такой бабушка, пыкла, хлеб, вообще, с города приезжали, один хлеб сидели, ели, пластами, так, такой хлеб пыкла, и сало на крыше, на лиже сало, лучину разрежет, борща, насыпает борща, на ней рюмочку, он борща наестся, сало, с луком поест, а потом выходит и требует, чтоб расписалось, что она сдаст кожу с поросенка, и я ж тебе вчера говорила, что она ж скалку взяла и занил, ах, трясться твоему батьку, сейчас я тебе дам кожу с поросенка, и резали поросенка одного в год, и резали, чтоб кожу, ну там как-то сдавали, что-то, может быть, с чего-то, с теленка, а чтоб хоть сало, было со шкурой, а без шкуры, оно ж некрасивое сало, обдирать, и резали ночами, чтоб никто не знал и не заявил, раньше было заявляли друг на друга, а что я рассказывала, и забыла, что перешла на это, ну, шифер твой отец, а шифер, а я со школы, прыгаю, со школы, прибежала, они мне плотники скрищают, кричать, Ганя, что сегодня заработала, одно яичко баба буде хомиха варить, баба хомиха звали, прадед був хомак, Сибелі хомивский, Ганя хомивский, Сашко хомивский, Сибелі, баба хомиха була, все хомивские были, что баба хомиха, одно яичко будет варить, Чи два, пятерку заробила, ну я же то им отчитываюсь там на крышу. Вот они лаги бить под шоу. Ну они знали то под шоу, они знали шиферу. А шифер был где-то спрятанный, чтобы никто не знал. Это же через знакомство по блату, он тот шифер где-то достав отец. Ну помогли ему купить этот шифер, и он же шифер, что бабушка ей не говорила. Потому что баба, знаешь, язик выставить, піде по хутору болтать, что она не знала. Вот они плотники с крыши говорят, баба хомихо, под что лаги бить? Под руберой, чи под шифер? Бейте, хлопцы, под геморрой, где он того шифернера будет брать? Понимаешь ты, вот сейчас ты с меня смеешься, что я слов не понимаю ваших, ваших слов. Теперь я сочувствую свои бабушки. Шифернеров не было, были только сундуки. Она их сроду не видела, шифернеров, сроду она их не видела. А слышала, слышала, что шифернер уже есть, сундук не нужен будет, а будет шифернер. Перепутала с шифером. Да, с шифером. Руберойт и геморрой. Она не знала, что это такое. Никто в больницу не ходил. Были геморрои, были и диабеты, и все было. Никто никуда не ходил, нигде не лечился. И вот она перепутала руберойт. Она его сроду не видела, того руберойта, с геморроем. Это уже я сейчас думаю, а тогда я не понимала. И вот они ее дразняют с крыши. Бабухо-михо, так под что шифернер бить? Мы так и не поняли. Под руберойт или под шифернер? Хлопцы, я вам сказала, бейте под геморройт. Где он этого шифернера будет брать? Так сейчас я ее бабушке, я ее себя ставлю на ее место. Я не понимаю этих ваших лайков, что оно такое. А тогда она слышать слышала, что есть руберойт, что есть шифер. А какой он, она его не видела сроду. Вот так. Понятно. Звучная, конечно, история про шифернеры и шифернер. Так вернемся к знакомству дедушки Сережи и тебя. Вы встретились? Встретились. У Шульки встретились. А, у Шульки. У Шульки встретились. Большой длинный стол. Сидят за столом. Ну, по эту сторону девчата сидят. Наряженные. Лавки такие, лавки. И стол длиннючий. Наряженные, да, все? Да. В домашние. Какие там наряженные? Нет. Не, не, не. Не, не наряженные. У простого. Что у кого было. Юбка из полотна. Юбка красный цвет покрашена. Когта у синий. Тоди порошки как-то были. Если бабушка отрезала полотно это, самотканы. Это тебе пиджак по шеям. Пиджак покрасить в зеленый или в синий. А юбка там зеленая или красная или какая. Вот то в таком ходили. Голые босые были. Ну ничего, сидят. Ну сидят, девчата сидят, вышивают. А хлопцы сидят, байки рассказывают. Напротив девчат. И вот они выбирают, какая, кому понравится. Когда праздник, это в будний день девчата сидят, вышивают. А когда праздник, приезжают они с гармошкой, с бубоном. Бубон самодельный. Вот такой. Ты не знаешь? Не видел сроду. Вот такой. Натянута шкура с какого-то зверя. Сильно-сильно натянута на обад. В обаде в этом цокотало такие круглые, медные цокотять. И такой деревянный той. И вот он бубон бьет. И цокотит этими цокотами. И тот на гармошке играет, а тот бубон бьет. И как праздник, это мы в Шурке в этой хате. Одна единственная комната. Дед сидит. Трубку курает возле конца. Возле этого дымить. На всю. Хлопцы курят. Дед Шурки или дедушка Сережа? Дед Шурки. Ему было в годах уже 80, а может и больше. Старый. И вот он сидит. Глянет на нас и курает сидит. Не запрещав ничего. Эх, мы как пойдем танцевать. Танцуем. Вообще. Отец ним спел мне подметки подбивать на сапоги. Сапоги уже купил мне. Какие? Какие? Никакие уже купил. Это же уже по сего. А я ж не рассказала, как я. Десятый класс закончила. Ушвейной работала. Если в школу не пойдешь в вечерню. Передают директорщи. Она, а мы не ходили. Кое-когда пропускали. Машинок дома не было. Нас с машинками принимали в ателье. А хочется пошить себе то юбку, то платье, то кухточку, то что там. И мы, что это в школу пропускаем. А так, напротив, через перекресток был. И напротив уже какой-то, не знаю какой-то. И он директорщи звонит. Что почему свет горел. А там директор школы звонит, что не посещали школу. Директорща вызывает нас на ковер. Старая была. Боже мой. Как я ее боялась. Я ее так боялась, что до смехоты сейчас доходили. Я ее страшно боялась. Ну мы так воспитаны были, понимаешь. А что она могла нам сделать? Ну не знаю. Она как... Как полицейский. Не била? Не, не била. Ну такая была. Там бегом в школу бежали. Закончила я 10 классов. Работала. И... А еще я была в 10 классе, по-моему. Как меня... Ну видно увидели, что я способна до этого мастерства. И меня до... Готовили новых мужских мастеров. Четыре мужских мастера. И меня до мастера посадили. Нас четыре девки взяли и посадили до мастеров. Три. До одного мы сажали. Жора, он был молодой еще. До него... У него не было ученицы. А нас три было ученицы. И вот я закончила. По-моему закончила. Даже не помню. Чи не закончила. Нет. Закончила. И надумала выходить замуж. Он мне сделал предложение. Дед Семен. Так подожди. Вы познакомились там у Шурки. Танцевали вместе. Виделись как-то. Да, да. На свидания ходили. Ну он меня провожал до дома. От Шурки выходим. Уже не через той переваз, а в калитку. И он меня ведет до дома. На лавочке мы сидим с ним. Сидели. Разговаривали. Целовались даже. Ну целовались не так, как сейчас. Едят друг друга. А так. У щечку. И все. Вот так. Спать не спали тогда. Это страшно было позор. Ну понятно. Это не дай бог. Мне вот это кто скажет, что... Ой, да что там раньше, да... А я отвечаю. Да может... Может и было что-то. Так хлопцы были. Они не просили девчата. Они ж не просили. И девчата такие были. Ну не было... Не, ну были у нас. Была у нас в хутое Верка там одна. Что она спала с парнем. Вин такой ее годов. Даже старший. И ходил он до нее. Она никуда не ходила. Ни в клуб, никуда. Он до нее приходил и ночевал. Каждый день. Были вот такие. Ну а так, чтобы это это... Чтобы так целовались, как сейчас. Да ты что? Это позор. Ну ты влюбилась в него. Ну да. Конечно влюбилась. А за мной парень Иван Сорока. Был у нас. И он... Закончил 10 классов. Он старший был. И поступил учиться на бухгалтера. Черного экономиста в городе. В Гадячин. И он приезжал уже на выходные. А у него было... Детей. Не знаю. То ли 15. То ли 16. То ли вот такие. Сестер в смысле братьев. Да. Две пари близнят было. Да. Сорочиха рожала. Они жили через бригаду. На другой стороне от нас. И он за Иван Сорока за мной ухлестывал. Ну такой он был вообще чудной какой. Почему? Ну не знаю. Якийсь он такой. Чудной был. Скрики-кики-ки. И все. Хи-хи-хи. Несерьезный такой. Ну не было у него такого серьезного. И он меня пытался провожать домой. Ну провожать. А я от него потом как с Павленком познакомилась. Я от него начала убегать. И вот уж. Бегу. А дверь уже вскрики. Настя же. И я от него. У сына вскакиваю. Кричу. Бабушка. Чего там такое? И как меня не отдавали за Сирию. За Павленка. Меня не отдавали. Братья. И на свадьбе не были. Не отдавали братья. Ой господи. А я страшно, что я влюбилась. И бабушке говорю. Если не отдать. Тетка Марфушка меня научила. Она жила через Шуркин двор. И с нами она общалась. Все наши секреты знала. Тетка Марфушка. Бабушкиного племянника. Жена. И вот она ходила до нас. И с нами. Знала она все наши секреты. И вот она бабушке говорит. Галя сказала, что если не отдадут за Серегу. Она выйдет за сороку замуж. А бабушка. Да трясется твоему батьку. Галя. А ну-ка иди сюда. А я говорю. Что вы. Ты что. За сороку пуду собралась замуж выходить. Чтобы тебе голову там обрезали. Эти. Ну я то она называла. Детей много. Она. Я забыла. Как она называла. Чтоб тебе голову обрезал. Кажет. Сихи детей. Куда туда идти замуж. Выход лучше за этого замуж. Ну и все были против. И тетка. И отец вроде против был. А мачуха сказала. Петро. Отцу. Ты знаешь, что это дочка. Не сын. Пока ворота открываются. Так открывай. А как закроются. Так и не откроются. Может быть. Ну и быстрее меня выпнуть. И отдали меня замуж туда. Вот так. А сколько тебе лет было? Ну 19 с половиной. Наверно. Ты уже работала в Гадич? 20 уже. Ну не было еще. В общем я выходила 8 марта. Свадьба была. А мне в сентябре должно было исполниться 20. Вот так было. И ты уже работала в Гадича швеей? Я же работала. Я же не договорила. А потом уже как надумала выходить замуж за Павленко. И пошла до заведующей. И понесла заявление. А она заявление разорвала и сказала. Так. Пошла работать. Мы тебя учили. Деньги на тебя тратили. Пошла работать. И все. А я думаю. Да еще чего не хватало. Я замуж надумала. Я там буду ей подчиняться. Села и уехала домой. И на работу не явилась. Так Сашко говорил. Брат. Если при Сталину тебя обсудили за это. Очень строго. Тогда давали сколько-то месяцев. Примусовка называлась. Ну это уже при Хрущеве было. Это уже. Я же теперь говорю. Я Петросян говорил. Родилась при Сталину. Выходила замуж при Хрущеву. Разводилась при Брежьеву. Так подожди. А дядя Петя. Твой сын родился. Ты говорила об Украине еще. На Украине родился. Как получается так. Ты уволилась. И вы стали жить с дедом Серегой. Уволилась. Была свадьба. Была регистрация. Свадьбу гуляли в хуторе. И у него гуляли. Свадьбу. И стала же я там жить. И работать в колхозе. С дедушкой жила уже? С дедушкой жила. В его доме? В его доме. А он жил с кем? А он жил с мамкой своей. И ты жила с ним и с его мамой? И я жила с ними со свекровью. Я жила. И работала. Ходила. И косила косой. Научилась. И косили. Горох. То еще что-то там. В колхозе работала. Все делала. Ого. Ну… Туда. Воложи. Папа. Готовь. Продолжение следует...